всем привет сегодня выбрались на коп прогуляться немножко по лесу по полю прогуляемся и зайдем деревню там правда выбито сильно но тут все выбито вокруг очень сильно ну посмотрим что будет из находок сегодня погода вот шикарная были дожди даже снег чуть-чуть выпал уже растаял весь сейчас лесу тоже уже снега почти нет и вот первая находка сложно ее назвать находкой к сожалению был портсигар крышка от него и они что-то с ней нереальное сделали вырезали наверное военные тут есть немножко там окопов может быть какой-то творчество делали может для каких-то нужд кто его знает уже никто уже не узнает что они с этим портсигарем сделали ну что ж продолжим поиски по этому лесу потом на поле и деревню копать посмотрим что будет попадаться буду показывать продолжаем ходить по лесу погодка радует но находки пока не радует вот тут около дерева смотрю от снарядов эти на переноске валяются четыре штучки это кто воинку любит такие лежат под деревом ну что ж пойдем дальше продолжаем путь по лесу тут уже снега побольше и наконец-то хоть что-то интересное попалась сигнальчиков бело 85 вот такая красота непонятно от чего возможно от иконы походу это не точно это у нас серебро как я понимаю потому что с этой стороны потемнение как у серебра ну да серебро походу небольшой кусочек серебра возможно от иконы но увы больше пока что нет ничего надо будет покрутиться может быть еще какие-нибудь части найду если найду то обязательно покажу продолжаются находочки части видать все таки от склания вот он серебро вот такие части попадаются почему-то все развалилось ой в руках прям разваливается хотел протереть и лопнуло вот так заосторожненько водичкой наверное помыть а потом обзорчики увидеть уже почище надеюсь продолжаем поиски в лесу черный сигнальчик вроде монеты сейчас будем смотреть монеты не что-то лысые попробую почистить у меня приспалка отказывается работать приходится снегу очистить так что это у нас такое еще холодно холодно конечно так это у нас полушка походу да полушка логода 1735 что ли вроде да так как бы виднее сделать чтоб не так вот так вроде плохо видно затертая какая-то с этой стороны герб орел вроде ничего очевидная монетка в лесу походу зеленеется что то вот ну аж монета так у нас это деньга походу что ли деньга походу что ли крупная какая-то так чтоб разглядеть на ней что то вроде ищешь в лесу ах сохранчик так себе да деньга ах такой патине зеленоватый так а вот разглядеть не знаю смогу я что то или нет Вот так и горел, вот так все выглядит, ну да подзатертое опять, что-то тут какие-то монеты зализанные. Подошли к деревне, тут перед деревней ручеек, тут рядом где-то два мостика было в деревне, где дороги она ниже проходила, гуляя выше. И попалась вот такая пломба, маленькая-маленькая, очень маленькая, надписей не видно, жаль конечно надписей нет, но тоже находочка, ручеек журчит, сверху идет с леса, красота. Наконец-то находочка, после маленькой пломбы, представьте маленькая чешуя, вот чешуя, вообще мизерная, с птичкой походу, если я не ошибаюсь. Вот она, вообще мизерная прям, вообще маленькая-маленькая, крохотная. Ну что ж, сейчас наверное чуть-чуть покажу, почищу и покажу во всей красе эту маленькую-маленькую чешуечку. Почистил немножко монетку-чешуйку, так сфокусируемся, вот такая птичка, походу это деньга, если я не ошибаюсь конечно, все что поправьте. Вот тут вот так выглядит, вообще не пойму, что это за чешуечка такая. Ну понятно, что самая маленькая петровская получается, уша так называется, ну не знаю, а это надо смотреть, что за чешуйка. Продолжаем ходить возле деревни, на деревне Камрад говорит, вообще сигналов нет, видать хорошо уже прошли там. И вот такой обломок большого крестика, ну небольшого, среднего можно сказать. Сейчас заодно помоем, если не утонем в ручейке и посмотрим красоту, остатки красоты. Ой да, печаль. Что стало с крестиком? Маленькая часть. После чешуйки побродил здесь, отошел в низину и был сигналчик, 88. Думаю, хоть такое тут может быть в самой низине. Вода стоит, и походу это пятачок, но могу ошибаться. Так, вот так, из такой ямы, ну больше штыка был. Да, пятачок походу, вот такой шикарный. Сохран с одной стороны, а с другой надо будет смотреть. Ну да, кольцевик вроде. Сейчас попробую почистить. А с этой, конечно, похуже, но вроде еще ничего. Сохранился в низине. Вот, кольцевик. Сейчас почищу и обязательно вам покажу. Немного почистил пятачок. Вот он, так как бы покрасивее вам показать. 5 копеек 1804 год. С этой стороны подошел. Да, кстати, и подзатерт был. И этой стороной лежал вверх, видать. А вот с этой вообще шикарно. Какой орел. Все шикарный прям. Вот такой красавец прям. Вот так и гурт. Ну, в общем, да, место порадовало. Хоть тут-то перехожу на 100 раз. Сколько мы сами тут раз 20, наверное, были за все время. И все равно находочки есть еще. Такие находочки идут. Очередной сигнальчик недалеко от пятачка. Думал вообще. Какая-то железка непонятная. Пригляделся. Как я понимаю, серьга. Вот так выполнено. Зацепчик. Походу серебро. Надеюсь, конечно. Что, не олово какой-нибудь. Сейчас давайте, наверное, почистить. Вот клеймы какие-нибудь вылезут. Непонятно. Не, серьга, серьга. Вот ушко. Куда оставляется. Вот зацепчик. Немножку его повело. А вот насчет серебро, не серебро. Я что-то сомневаюсь, что это серебро. Потому что какие-то странные окислы на ней. Продолжаю поиски вокруг деревни. Вот такие низины все. Тут, правда, это вообще заросли. Еще пролезть невозможно. Походу здесь вот фундамент был. Кирпичи, железки. И среди вот этого упалась монетка. Это вот тут. Вот она. Это у нас кваска, наверное, какая-нибудь. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Такая убитая какая-то. Копеечка. 1876 год. Ну, что сказать. Не такая-то и убитая. Вполне еще живая. Я думал, убитая сперва. Очередная находочка. Вот тут в деревне лазим. И вот на горочке такая копеечка вылезла. Но, увы, еще убитая. Убитая, зеленая. Не знаю, почему так. Вроде находимся прямо в деревне, мягко говоря. Вот прямо на склоне была монетка. Но, увы, царская и убитая. Даже не могу рассмотреть, что это у нас. Ну, понятно. Небудь николашка. Копеечка. Там что-то просматривается. Но, увы. Ну, все. Закончили коп. Начинаем потихоньку собираться. Клещей прям кучу. На одежде, на юзаках. Это кошмар. От клещей как-то не очень помогают средства. Ну, что же делать. Как-то так. Приступим, наверное, к самим находочкам. Так. Тут у нас часть оклада. Вот очень много частей. К сожалению. Его раздробило чем-то. То ли там бульдузер проезжал. То ли еще что-то случилось. Но непонятно. Вот он серебряный. То, что от него осталось. Вот такие куски. Красота была. Красота. Осталось только серебром. К сожалению. Вот такое. Ну, серьга вот такая. То ли олова, то ли алюминий какая-то. Непонятная серьга. Ну, это серьга точно. Ушко. Вставочка вот такая. Ну, это даже самодельный день. Ничему не удивисим. Так. Монетки. Монетки вот такие усталенькие. Копеечка. Какая-то николаевского формата. Еще одна. Копеечка. Полушечка. Деньга вот. Часть вот такого крестика. В том году тоже часть поднимал. От этого же креста в этом же месте. Чуть-чуть дальше вот кусочек нашел. Часть, наверное, какого-то украшения. Точнее, что от него осталось. Компочка маленькая, без надписей. Ну, это вообще такая маленькая-маленькая чешуечка. Вот. Видите. Какое-то изображение. Не пойму, что там. Ну, надеюсь, разберусь. Прикреплю фото. Ну, кто знает, пишите в комментариях. Так. Вот такая птичка изображена. Как бы вам показать, чем было видно. Вот она. Касается. Так. Вот такой кольцевичок. Пятак. С этой стороны, конечно, пятачок чуть-чуть пострадал. 1804 год. Ну, что ж. Тоже прекрасно. Первый раз кольцевик нахожу. За меня это первый раз. Ну, вот. Хоть такой. С одной стороны был в идеале, как видите, в хорошем сохране. А вот с другой стороны печаль. И с железом он лежал. Я потом сигнальчик докопал. А там кусок железа. Вот почему он такой. Вот. Ржавчине, походу. С железом лежал. Притыки. Ну, прибор справился. Вот. Deus 2 Master вполне справился. Ну, что тут мелочь. Конинка. Часть портсигара. Точнее, что от него осталось. Какая-то всё до пуговицы непонятная. Как-то вот так. Сегодня накопали. Как говорится, вдоволь прям. Погода шикарная. Солнышко светит. Идеальная погода для поиска. Особенно весной. Всем удачи. До следующего видео. Не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok